Было бы здорово собрать поднестровский разговорник. И тут же Саша мне в директ написал, а я его проиллюстрирую. Не все слова можно проиллюстрировать, так как очень много выражений устойчивых, каких-то междометий. Она одновременно, как Цезарь, лузгает семечки и зырит. Не секрет, что Карла Люкова – это совершенно практически уже официальное название. Карла Люкова – это название районов. Балка, кирпичи, яма. Тут еще нет… А, нет, есть, вот гопчучка. Может быть, дорогу-то и не найдет, но опыт ему эксклюзивно обеспечен. Котелец, кочевряжица, кого пуцать? Эти слова знают только жители нашего края, но для тех, для кого значение осталось загадкой, скоро есть возможность во всем разобраться. По этому поводу у нас сегодня в гостях Екатерина Булипопова, автор и составитель «Приднестровского разговорника» и иллюстратор Александр Новак. Здравствуйте, дамы. Добрый день. Итак, нам хочется, конечно, больше узнать об этом проекте вашем. Какие новости? Появились иллюстрации, мы уже видим. Да, да. Благодаря титаническому труду Александры, которая любую свободную минуту своего времени, кстати говоря, изрядно занятого, отдает разработке иллюстрации, дизайна для макета, у нас есть вот целое богатство. И сейчас мы на этапе «мы», громко сказано. Верстки. Сейчас на этапе верстки. Давайте вот напомним, вы уже в нашей студии, Катя, рассказывали про тот самый «Приднестровский разговорник», и на тот момент слов для этого разговорника было примерно около 250. Что со списком? Пополняется, убавляется, какой-то отбор проходит этот список? Мы решили остановить немножко этот процесс. Нам достаточно, потому что если он будет пополняться бесконечно, то у нас бесконечно будут меняться дизайн и верстка. Это сопряжено с большими технологическими трудностями. А на сколько слов в итоге будет рассчитан объем словаря? Около 250 слов и выражений. То есть это самые распространенные, которые можно везде у нас услышать. Или самые интересные, может быть, не самые распространенные. На самом деле костяком всего этого дела стали те слова и фразы, которыми щедро поделились пользователи аккаунта «Артпоход» в Инстаграме нашего творческого ведения. Как раз в комментариях. Да, да, да. И вот на основе этого мы все собрали, систематизировали и нагрузили Сашу. А вдруг не все слова можно проиллюстрировать, так как очень много выражений устойчивых, каких-то междометий. И их придется иллюстрировать в ходе, как будто бы это разговор, переписка, я не знаю, что-то подобное. Потому что только часть слов можно именно проиллюстрировать, как синие... Ну, то есть какие-то существительные, да, то, что можно как-то один предмет. Вот интересно, а как вот глаголы иллюстрировать? Синие понятно, например. А вот какое там... Коловуцы, например. Коловуцы, это будет очень страшная иллюстрация. Все поймут, что это агония какая-то. Это уже у нас должен быть видеосправочник. Это будет в игре «Пантомима», может быть, отдельная часть. Какой-то крокодил по Приднестрову. Ага. Но сейчас вот из-за того, что есть уже на данный момент, пока здесь нет никаких глаголов. Ну, есть... Где-то есть парочка. Где-то, да, частично. Где-то есть парочка. Скажите, Александр, вы когда работали над иллюстрациями, вам приходилось уточнять у Кати какое-то слово? Была новинка для вас? Что-то новое? Я провела детство на Уиге Молдовы. Там тоже свой суржик с болгарским, украинским, молдавским. Вы еще добавили слов к этим. Да, многие слова. Я знаю немножко по-другому, как говорят там. И большинство слов, в принципе, мне уже знакомы. Поэтому, наоборот, было интересно, как они изменяются в зависимости от того, как переходят границу, из города в город, мигрируют. А можете какой-то пример привести такого слова? Ну, допустим, одеяло, как называется? Йорган, по-моему. А у бабушки это называлось Петура, такой теплый плед. Но тут по-другому. Там келоцы, это были трусики, а здесь штаны. Поэтому немножечко по-разному. А вообще, как изначально родилась идея дополнить вот этот разговорник преднестровский иллюстрациями? Так она сразу родилась. Я в Инстаграме просто там сболтнула в сторис. Было бы здорово собрать преднестровский разговорник. И тут же Саша мне в директ написал, а я его проиллюстрирую. И вот так вот быстро, собственно, и договорились. Так, ну давайте, всё-таки я предлагаю отыскать какой-то глагол, чтобы наши зрители, и мы всё-таки понимали, как это будет выглядеть... Давайте отыщем глагол. С точки зрения какого-то действия. Здесь Александра изобразила кулёму. Она одновременно, как Цезарь, лузгает семечки и зырит. Это могут только преднестровцы. Так, хорошо, есть ещё рядом кот. Что кот в этот момент делает? Это тоже или это просто дополнение? Это просто элемент, на который все будут общать внимание. Как вы сейчас... Предположим, что у кота в руке мел, и он просто вот такую волнистую линию будет. У него цебарка. Вообще-то это цебарка, но на телевидении мы же не можем сказать, что он ей делает. Это кицка. А, кицка и цыгарка, всё. С цебаркой, да. С цебаркой. Это на букву С, видимо, какие-то слова. Так, хорошо, давайте ещё что-то, что может быть, не знаю, интереснее всего оказалось иллюстрировать для вас, Саша. Вот мне понравилась эта тоже иллюстрация. Она не самая большая в этой серии, но тут есть и глечик, и графин, и погреб, и брынза, которая называется сыром иногда, тяпка. Сапка, извините, сапка. Сапка, тяпка. А там что, глечик или что-то? Да, да. Мигрирующая тяпка, сапка. Он просто как икона погреба. Так, вот на самом деле, смотрите, а будет ли описание уже на этих иллюстрациях? Потому что изначально для читателя, для пользователя это выглядит как ребус. Мы думаем, либо такого типа, либо отдельно будет выноситься, как в игре «Найди слово». Посмотрим, как будет интерактивнее, легче и логичнее расположение. Так, давайте ещё вернёмся к чердаку. Вот я ещё не всё, мне кажется, разгадала. Это не чердак, это горище. А, это горище. И тут это попшой. Через «гэ». Так, а что на горище у нас? Попшой. Попшой. Ну, от попшой это известно. А это, когда человек замарался или обляпался, говорит, тут кациня. Кациня? Кациня, да. Я ещё ударение не всё. Над ударением ещё надо на проработать. Да, и он тут, в общем, готовит это бахч, потому что у него сгорела вся еда. И, в общем, он весь заляпался, но он в процессе создания себе завтрака. Я сначала подумал, это облачка для текста. Ну, думаю, те, кто будет пользоваться словарём, они смогут вписать то, что они предполагают. Да, у нас предусмотрены пару страниц для заметок, потому что я думаю, что люди такие, я вспомнил слово, и надо его куда-то вписать. И будет специальный лист для того, чтобы люди могли как бы вовлечься ещё больше. Это планируется на разворот, поэтому она такая двойная. Тут, не скажу вам, сколько слов изображено, но много. Тут у нас мындра. А, у вас там есть описание, да? Да, вот девочка, которая сидит с парнем, она такая гордячка. Она гордячка, да. Ну, мындрее, мындрая, как-то так. У нас тут вот лисопедка с пакетом. Лисопед? С пакетом. С пакетом или с кульком? С кульком, конечно. Мы уже сами путаемся, где значение. Да, мы билингвы просто. Да, 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 да. Бордиольник. Это что? На горище. Ну, бордиольник — это магнитофон. Магнитофон, да. Он здесь в виде граммофона изображен. Так, хорошо. Мне интересно, что держит кот? То же самое, что и на обложке. А, нет, нет, там кантер с синенькими. Ага. А, да, это весы, ящик и синий. Но как они называются? Одеяло, которое проветривается. Это что у нас? Йорган или Петера? Я плохо уже помню. А там всё та же кулёма? Да, всё та же кулёма. Я брала эти образы и распространяла их на все иллюстрации. На весь мир. У нас гагашарчик. Вверху вот это называется, оказывается, фыснуть. Тихо. Я не знала. Я узнала это только, когда начал иллюстрировать разговорник. И тут растёт праж на подоконнике. Это классика, по-моему, у нас. Ну, вы знаете, мне кажется, очень многие жители Приднестровья много новых слов для себя откроют, если вот заглянут в этот приднестровский разговорник. Мы стали забывать свою культуру. Да, здесь вот ещё путеводители. У нас есть отдельный раздел, посвящённый географическим названиям местным. Потому не секрет, что Карла Люкова – это совершенно практически уже официальное название. Карла Люфмихта. И вот название районов. Балка, кирпичи, яма. Тут ещё нет… А, нет, есть. Вот Гопчучка. Гопчучка. Я думала когда-то, что это чудовище. Типа Чупакабы. Типа Бабайки. А это маленькая речка почти в каждом пункте. Интересно, как вы думаете, если вот такой путеводитель попадётся туристу, он справится? Если будем спросить, как проехать на яму? Они любят такое. Они первое, что составляют список таких слов, свой словарик записной путешественника. Поэтому я думаю, что будет очень интересно. Ну, а вообще, если сядет, к примеру, в такси, в троллейбус, в общественный транспорт, найдёт дорогу в тот или иной район города? Он, может быть, дорогу-то и не найдёт, но опыт ему эксклюзивно обеспечен. Я помню, как я первый раз делала. Лучше слово «чигири» не используйте в разговоре с таксистом. Да, а то отвезут куда-то подальше. Но я думаю, в любом случае люди будут к нему очень расположены. Он же говорит практически на их языке. Ваши топ-5 слов преднестровского языка, которые вам понравились больше всего? Пока составляли, собственно, этот преднестровский разговорник. Сейчас мне надо подумать. Давайте, Александра, от вас и от вас, Катя. Ну, 5 не знаю. А давайте, может быть, 5 таких, которые мы с Сашей попробуем отгадать. Ну, мне нравится кулёма, потому что моя тётя в детстве говорила, Саша, ну ты кулёма, конечно. Так, окей. Поэтому мне оно знакомо. Кулёма. Ну, предположу, что это неуклюжий человек. Ну, типа, ленивая какая-то такая, безалаберная. Не собранная, рассеянная, да. Это слово мы отгадали с Сашей, допустим. Ещё одно. Мои любимые — это всё, что связано с едой. Вот детали еды. Гогочки, бубочки, вот это вот всё. У нас специальная часть. Есть анатомия семочки, потому что... Лушпайки. Ну, лушпайки, да, тоже связаны с едой. Вот у нас... И тоже это очаровательно. Гронко, бубочка. Бубочка. Мне кажется, это очень гениально. Это для нас знакомо. Мне кажется, одни из самых прикольных вообще — это фразочки вот эти непереводимые, и их сложно нарисовать. Вот это вот «эй, да», которое отвечает на любой абсолютно вопрос. Там разброс значений от того, что, ну, конечно, я с тобой согласен, да как ты смеешь мне такое предлагать? Или не согласен, да. Да. Точно. Так, ещё что-нибудь такое. Мэйк, которая в зависимости от контекста меняет полностью своё значение. Абсолютно. Это такая... Я только рассказывала недавно, как в детстве буквально это слово прицепилось ко мне, и я... Вот пока лето не закончилось, я не уехала в другой город, и я весь летом мэйкала. После нашего сегодняшнего разговора очень многие теперь ждут, когда же преднестровский разговорник увидит свет, когда можно будет его пролистать, заглянуть, увидеть вот эти все такие смачные слова, анонс от вас, когда ждать? Мы работаем напряжённо, надо понимать, что мы уделяем... 2020... Какой там следующий год? Четыре. Четыре. Видео сувенирной продукции.